Всем привет, с вами Зверько, и это будет бомбежное видео. Я осознал, что некоторые простые, на мой взгляд, истины не всем понятны, и хочу дать пару простых советов о тактике в матче. Первое. Если файт вдалеке, и вы на него никак не успеваете, если сокомандники слились, а вы соло против пятерых-четверых не сможете защитить башню, вы можете нивелировать ущерб, снеся башню противнику. Приоритет уничтожения башен на первом месте. Это игра, где нужно уничтожить трон, а он неизвим, пока башня целы. Вот пример. На Миду происходит собачья грызня, без возможности ганга. По карте видно, что Юня-Дин, логичный выход, отогнать Юня и уничтожить башню. Согласен, неяркий пример, но логика, надеюсь, ясна. Нам необходимо хотя бы выровнять по пушу линию. Второй случай. На линии ганг единственного инициатора в этой одаренной команде. Быстро сношу башню и отхожу, пока не навешали мне. Второе. Тупая ошибка, от которой меня нехило бомбит каждый раз. Выигрываем файт в минус пять противников. Что должен делать нормальный человек в мид и лейтгейме? Стараться снести башни или уничтожить коров. Выбор дебилов. Формить лес. У них уже все укуплено. В лейт игре за крипов дают больше золота в разы, чем за лес. Как я только не призывал к той ниточке, что у них между ушей и глаз ноль реакции у Кагуры и Аргуса. Третье. Дальше больше. Осуществляем тяжелейший камбэк от лорда с Тимой. Кагура остается дефить. Все хорошо. Это логично. Лисун Син остается АФК. Бог ему судья. Надеюсь, когда он будет переходить дорогу, водитель уйдет в АФК также. Нас трое ломают коров. И нужно лишь одно. Нажать кнопку атаки и ждать. Аргус еще может прожать ульту и спокойно добить коров. Но эти две генетические ошибки решают. Непонятно что. Они бегут к противнику дохнуть. Я не успеваю уже магом добить с руки коров. Стараюсь хоть каким-то чудом отбиться. Но все тщетно. И нам сносят базу. Давайте посмотрим. Вот люди, случайно избежавшие премии Дарвина. Азерет. Гркоба. Ас95. Азис. И помните, это командная игра. И вы проигрываете не один. На этом я прощаюсь с вами. Всем пока.